МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А я больше всего ждала Монополию. Монополия – это мой любимый конкурс. Дождалась. Мое! В лентах. Тупо все обклеено. Все, короче, кладовая, так перечеркнуто, девайсная, перечеркнуто. Оборажена кухни, злые, Эктор. Что с Танечкой? Какая-то грустная. Танечка какая-то грустная. Стоит Татьяна, Дима и стакан. Думаю, знаешь, при чем тут стакан, знаешь? А что там стакан воды стоит? Тихо, а Диэктор? Вы знаете, что мастер-шеф – это райский сад на земле? Да. Здесь есть все виды продуктов, что когда-либо использовались людьми в пищу. Все они достались толстому, злобному, жадному монополисту. Эктор? Эктор. Эктор. Эктор разве толстенький? Я вообще не понимала, что это такое. Эктор же не толстый. Единственное, что у нас осталось – этот стакан воды. Откроется дверь, и выходит этот пузачек. Пиражулин, брат! Эктор, вы же вроде качаетесь, Эктор. Это у Эктора, наверное, закончился абонемент в спортзал. И просто из-за этого он потерял свою форму. Конечно, у него такое было миленькое пузико. Он моего дедушку напомнил. Когда он так еще пил за часом. А что тут там положили, шарик? Что тут отбывается? Если написано, что все мое, то это означает, что тут все мое. У чого-то справа? И вода тоже моя. Моя. Весь стакан выйдет, Лев. Я думаю, куда оно его туда вместилось? А я ему капец. Итак, ребята, уверен, вы догадались, какой конкурс вас ожидает. Да, хулино-поле. На поле. И говорят, Марфина, твоя команда вчера выиграла, поэтому ты сегодня станешь капитаном, и у тебя есть привилегия выбрать друг друга. Я подхожу, у меня дилемма. Хочу взять красный, хочу взять синий, но выбираю зеленый, потому что зеленый фартук я никогда не работала. Виктор, можно же я возьму? Возьму фартук. Можно? Ну, бери. Проте потом повернешь. С відсотками. Да, обязательно, обязательно. Беру в аренду. Хорошо, хорошо. Назови имя капитана второй команды. Ксюша Слободская. Я, пожалуй, выберу желтый. И третьим капитаном. Даша такая выбирает-выбирает. И такая... Саня Шидлик. Мне хотелось бы сегодня капитаном. Я хотелось бы принимать фатально сложные решения. Соня остановится, одевая черную фарту. Ой, как же черную фарту? Я уже нарядила с Соней черной. Извиняюсь. Соня берет синий фартук. Дальше четвертым капитаном. Даша такая стоит. Денис Таран. Он будет командой красных. И начинается набор команд. Илья Васютинский. Что? Что-то новенькое. И я такой... Типа, в смысле? То есть она меня никогда не брала в команду. Первым, там, вторым. Чего она меня взяла? Я так и не понял, короче. Если мне кто-то два месяца назад сказал, что, Даша, у тебя будет вариант одиннадцатка лучших, ты выберешь Илью. Я бы никогда не поверила. Ну ты французка. Французэла. Соня, видите, планету я сойду. Я думал, Васютинский. Где здесь логика, ребят? Если вы словите логику, то звоните по номеру 095-6654. Допустим, 0078-243. Я нарушу все стереотипы Васютинский. Я тебя умоляю. Ты просто влюбилась в него. Вот что ты его первым выберешь. Ты же хотел со мной работать. Сэнки Варимачи. Пожалуйста. Ксюша забирает Машу. Соня забирает Марину. И Денис Таран забирает Вика. Йо-ма-йо. Зачем ты, Манавзям? Ну зачем? Давид. И Лана Рисник. А мне достается подарок судьбы, значит ты. Ну. Все поняли, да? И пирожуля бонусом дается синей команде. Я остаюсь с Денисом одна. Он в черном, я в белом. Если мы програем, я в черном. Я понимала, что Вика будет жена, которая будет радовать на мужа. Просто пара годов. Все, команды распределены. И судья рассказывает нам правила. Сегодня каждая команда должна приготовить по две стравы. Проте продукты для этих страв вы не получаете просто так. Каждая команда станет монополистом в определенной отрасли. Всего будет четыре монополии. Мясо и молочко. Поля сады. Рыба и девайсы. Ну понятно, что продуктов одной монополии недостаточно, чтобы составить блюдо. Поэтому мы должны добывать эти продукты. Сдобути их вы сможете за столом переговоров. У распоряжения каждого капитана будет две карты. Обмин и пропуск ходу. Если мы ставим карточку обмена, мы меняемся с той командой. Или не меняемся, если им ничего не надо от нашей команды. У вас будут стартовые капиталы. Дмитрий, это или иначе вам будут приносить какие-то продукты. Робить презентацию вы должны лишь в том посуде, который есть у властников завода девайсов. Забороняется подавать стравы на дошках для нарезания. В маленьких пиалах, что у вас есть, можно лишь передавать один одному продукты. Презентовать в них також заборонено. Два часа на готовку, два блюда. Средиземноморской кухни. Средиземноморской кухни там ходят Италия, Испания, Хорватия, Глеция. Восточная часть Франции. Короче, все страны, которые охватывают Средиземноморское море. Вот так вот. Средиземноморское. Помогите Эктору. Помогите Эктору. Он сам. Все мое. Все, я люблю. Ну, конечно, Эктор. Эктор достаточно коробку. Коробку. Судьбу. Зараз за допомогою жеребу дизнаемось, кому яка монополія дистанция. Я хотела витянуть либо девайсы, либо поля. Засову свою ручку. И достает те, что я найменьше хотела. Поля. Поля и сады. В полях там и мука, и тростниковый сахар, и все овощи. В принципе, если так посчитать, то я хорошую вытащила добычу. И дальше выходит Соня. Абракадабра. Девайсы, девайсы. Соня, девайсы. Щелтэ бы, Соню. Девайсы. Девайсы. Девайсы, да. Хорошо. Соня, ну ты портовая, конечно. У меня все померкло. Девайсы – это самая-самая выгодная монополия. Нет ничего лучше девайса, потому что ты можешь приготовить блюда без мяса. Ты можешь приготовить блюда без овощей, без муки. Ты даже можешь приготовить блюда без рыбы. Использя там другие монополии. Но ты не приготовишь ничего без девайсов. Дальше выхожу я. Сюша, какое монополию хочешь, Володита? Хочу мясо. Рыба. Ага. Рыбка. Рыба для нас будет фартовой, потому что средиземноморская кухня. Средиземноморская кухня основывается на рыбе. Рыбка. Рыба. Понял, смотрите-то рыба. Нам достаются фермерские хозяйства. Я очень довольна. Честно. Хорошо. Спасибо. Покажи картинку. Ой, коровка. Мы становимся за свои места. Ну что, команды, готовы? Да! Время пошло. О, сковородка. Мы открываем коробку. А там сковородка, гриль и щипцы. А у вас что? У нас кусочки говядины. Мы открываем, а там... Помидор. А-а-а! Помидоры! А у вас... Кревеска! Кревеска! Одна! Две! Одна полненькая, а одна тощая. Мы принимаем решение из этого всего дела делать рубленый фарш. Я думала делать пасту бланьес, потому что я видела томаты у той команды, у команды красных. Вот эту отложим сюда. Я ее сразу зачистить могу. Да. А вот эту мы отдаем. Я буду сомневым видом этим заниматься, а ты пока обдумывай, с кем нам меняться. Нам нужны креветки. Ну че? Что ты хочешь делать? Можно забабахать, короче, с них. Закусочку. А понимаю, что свою сковородку гриля никому не отдам? А щипцы мне в баню не нужны. Типа могу перевернуть руках. И вот выходит эктор. Увага! Настав час першого раунду переговорів. Капитане, прошу. Мы все засадимся за стол переговоров. Такие хоп-хоп-хоп. Мы здрасте, здрасте, здрасте. Начинаются наши великие переговоры. Я ж себя важной почувствую. Ну реально. Президентом каким-то. Если я буду президентом, то я, наверное, не знаю. Я объявлю, что в школу нужно будет ходить не всем в 30 утра, в 8 в 30 утра, чтобы выспаться. Что ж, почнемо с Соні. Обмін із жовтими. Обмін із командою червоних. Красный. Червоний, що у вас? Ты, блин, Денис, гусь ты, лапчистый. У тебя два помидора. И ты пропускаєш ход. Ты серйозно? Хорошо. Вот там мясо, там креветки, а там еще чугунная сковородка. Мы так подумали с Виклундией, что в принципе нам ничего так и не нужно сейчас. Поэтому мы решаем пропустить ход. Вот это ты, Алеша, думал. Капец. Команда жовтих. Обмін із червоними. Учасник, що пропускає хід, може повертатися до команди. Это на все стретіки. Тут начинают обмениваться Соня і Ксюша. Я предлагаю обменять одну креветку на щипцы. Це Соня. Но-но-но, креветка, это не сильно жирно для тебя, нет? Может, как бы, поменьше, чем это хоть? На, полкреветки в таком случае. Полкреветки. Я подумала, я тебе дам панцири. Давай панцири, хорошо, я согласна. Двух креветок. Панцири защипцы. От двух креветок, да, защипцы. Двух креветок панцири. Панцири одной креветки за щипцы. Соня, давай. Хорошо, я согласна. С одной стороны, вот кажется, что это, типа, не очень выгодно. Но, с другой стороны, мне щипцы в бане не нужны. А из панцири креветок я могу сделать, типа, все, что захочу. Щипцы – это хорошо, потому что, во всяком случае, если ты боишься ошпариться, ты взял эти щипцы, переворачивай что-то. Хотя у нас переворачивать было не на чем. Дашо, ты хотела домовитися с Денисом. Він пропустил хід, а девайсна и рыбна монополии уже домовилися місобою. Тож, пока что ты, как и Денис, залишаешь стіл переговоров с порожними руками. Ну, и Даша возвращается ни с чем. И понимая, что пасты было не с, у нас не получится, потому что я не собираюсь еще один круг тратить на их дебильную помидору. Короче, смотрите, балайнес откладывается. Я хочу сделать из этого мидболы. Там и голова, и панцирь, правильно? Ой, прям так. А в мисочку не положить? Нет. Нет. Мы будем варить суп в сковородке гриль. Нет, давай побольше чуть-чуть воды мне поставить. Нет, нормально. Заливаю, значит, я в сковородку гриль воду. Ох. Ложим туда креветочки, ну, панцири. Вот так вот все. Хай готуете. Какая-то вообще бедная монополия у нас, ребята. Дальше, наконец-то, аллилуйя, выходит Дима. Начнем с девайсов. Это же сковорода, как без нее жить? Это еще не все. Рекламируйте. Варка, пассирование, тушение, припускание. Сотейник. Значит, вы знаете, что делать с сотейником. И тарелки для презентации. Класс. Ой, спасибо вам большое. К нам приходит сыр фета. И нежное, тающее во рту, если его правильно приготовить. Каре ягненка. Ой, ты бузик, какой ты халюся. Я посмотрела на это каре. Мое каре, это будет одно наше основное блюдо. По-любому каре надо делать. Тут мы смотрим, что приезжает к садам. А нам там целый банкет. Продукт, без которого средиземноморская кухня в принципе невозможна. Оливки. Спасибо. А базилик в средиземноморской кухне просто обожает. Моя лапочка. И болгарский перец. Ну и чтобы подсластить вам жизнь, тростниковый сахар. Класс. Отлично. Я была рада. Оливки для сальсы. Есть. Болгарский перец. Порубаем, куда-то добавим. А нам вынесли четыре мизерных мидии. Спасибо. И нам выдают одного вот такого вот кальмара. Бедного вот этого кальмара. Я думала, господи боже. Собирайте, я никогда не себе уже закрепленный может. А вот сковородочка, это то, что надо. Я сразу увидела сковородку и поняла, что нам нужна сковородка. Я говорю, Ксюша, Ксюша, ты рекламируй как хочешь. Ты можешь им предложить одну креветку и две мидии. Так, чтобы она у нас была сковородка. Потому что нам она нужна. Реально нужна. Я хочу обмениваться с полями. Я хочу оливки, я хочу помидор. Я хочу помидор и базилик. Ладно, обмениваемся с полями. Мы берем и перец, мы берем и базилик, и помидорчик, и оливки. Даша, к шоу, Вася, Даша? У нас каре, вырезка и фета. Вот тут у Дениса встався выстрел в голове. Нам на капреза можно взять фета. Нет! Да без разницы, какой сыр. У нас помидор есть, оливочки, там для презентации. Нам надо фета. Салат капреза из сыром фета. На капрезе я так уточню чуть-чуть. Иде моцарелла. Моцарелла? Воно все равно вкусное. Ну, воно вкусное, но это было не моцарелла. Потом сразу приходит Эктор. Капитане, прошу за стил переговорів. Я сейчас знаю, что за нас сейчас будут бороться. Потому что у нас и сотейники, и сковородки, и лопатка. У нас есть и мисочки, там скалка никому не нужна, и ситечка. Все просто сейчас зубами будут рваться за наши продукты. Сподіваюсь, вы уже сдобули деякий досвид, и переговори будут больше плитными. София. София. Кидает Соня обмен команды красных. Я кидаю обмен Соня. Денис кидает обмен Соня. И Ксуша кидает обмен Соня. Все хотят моих девайсов, а не получат моих девайсов. Это мои девайсы. Мы всем нужны. Все нужны мы. А оскільки команда синих найбільше зацікавлена менятися з червоними, Соня, прошу, начинай переговори. Денис, я хочу пол помидора, четверть перца, ну и буквально пять-шесть оливок взамен на сковородку. Сковородку взамен за четверть перца, как Соня сказала, четыре оливки и пол помидора. Все, Соня, соглашайся быстро. Раз. Хорошо. Я согласна. В общем, Соня все нравилось, но в бой вступила... Ксюша. А я что, уже подготовилась? Я хотела выбить сковородку любой ценой, потому что без сковородочки. Ты ничего не приготовишь. Я предлагаю тебе, Соня, чтобы ты мне дала одну сковородку, а взамен я тебе отдаю две сочные мидии. Предлагаю тебе одну креветку. Божественно. С ней можно все, что угодно приготовить. Ты понимаешь, что ты сделаешь со своими девайсами? Ксюша, рекламировать у тебя не получается. Я начинаю это говорить, знаете, как на рынке вот эти... Ай, девочки, подходите. Персики просто. Мой арбуз как персик. Пахнет сияет. Ну, тогда, получается, я не смогу с Денисом туда договорить. Ну, выбирай либо... Денис, несчастный помидор, несчастная половина помидора, несчастная четверть болгарского перца. Соня, мы дамо больше. Когда Денис сидел за этим довбаным столом, мне кажется, что я сидела за этим столом. Я бы стояно кричала. Мы дамо вам еще больше того. Мы дамо еще того, что у нас есть. Ну, больше. Дамо базилика вам. Я кричала, а на Денис... Да Денис, значит, набрав в рот воду, и сидим, и все. Соня, Соня, креветка, две мидии и пол кальмара. В команде синих капитана была Марина. Марина просто подавила Соню. Короче, сегодня я Соню выписывала свои гениальные стратегии. Я понимаю, что у нас есть как бы бульон, и уже вырисовывается такое блюдо, как бульон на низ и обжаренные продукты посерединке. Я такая, ага, ага. И все-таки из этого можно уже одно блюдо целое замутить. Я думаю, типа, уже выводнее, чтобы Ксюша мне дала. Две мидии, одна креветка и половина кальмара. Да. Соня сорвала сделку с Денисом Тараном для того, чтобы заполучить мои две мидии. Мы договорились. Сиди, Денис ничего не может сделать. Он думал на меня, а я кричала. И получается, что мы ничего не получили и стали. Даша, а что ты хочешь от Сиди? Мы хотим обычную сковородку-гриль в обмен на любой ингредиент, кроме каре. Говядину она мне вот эту предлагала. Вот эту говядину, извини меня, извини меня. Марфина. Я люблю тебя, конечно, но с такими предложениями... такое, знаешь. Я не согласна. Мне на монополисе совершенно ничего не нужно из этих трех кусочков маленьких говядины и из этой феты, ну, мне оно как бы не нужно. Плюс каре, ты как бы не соглашаешься отдавать, и я не хочу тебе отдавать сковородку, которая мне нужна. Пусть жарят мясо на салфеточке. Не смогли договориться, Соня. Но это только пока что. Так. Денисе, ты снова рискуешь залишитись ни с чем. Может, попробуешь домовиться хотя бы зелеными? Окей, давай половину помидора и пару листиков базилика на половину феты. Нет. Давай без листиков. Да, без листиков базилика. Просто половина помидора на половину феты. Фету можно... Ну, это неотъемлемый ингредиент, в принципе, из земноморской кухни. Так он еще выделывался! Ну, ты что, ты еще офигел? Кика. Ну, сын. Кика, давай возьмем. Ну, давайте быстрее, у нас же время, ребят. Соня, помолчи. Да. Да, мы договоримся. Все. Половина нашей феты, то есть вот такой кусок, на половину их помидора. Да? Да. Капитан возвращается на место. Мы меняемся продуктами. Все, две мидии. Они втонят быстрее. Сейчас я зачищу морепродукты, и мы начнем их готовить. Я прихожу к своей команде с половиной помидора. Я предлагаю так. Под мидболы сделать а-ля капрезы. Томаты, нарезанные слайсами, с сыром фетом. Если у нас есть сковородка, значит, у нас есть все. Я вам говорю. Я предлагаю пожарить креветку. И потом мы из нее уже будем смотреть по следующим ингредиентам. Посмотрим еще, что нам сейчас вынесут. И мы, получается, уже начинаем готовить. Я начинаю обжаривать креветку. Снимаю ее первый раз, она еще была сыроватой. Она еще сырая. Я знаю, что она сырая. Вот ты умница, Маша. Я ее там дожарила, она вроде еще была сыроватая. И буквально еще чуть-чуть надо этой креветочки. Она уже готова у меня. Я ее еще дожарила, попробовала. Мне была не сырая. Прекрасная креветочка, вкусная. Мы ее отложили. Дальше мы начали заниматься кальмаром. Денис, ты проговаривайся, не Миш. Ты где-то неправильно поступил. Надо бороться. Нам треба срочно рыба. И девайс. Я понимаю, что у нас ничего нет. Ну, ничего. Ничего. И в Дениса же мы сильно отступаем и делаем капрезы. Какие капрезы с фетой? Я попробовала эту фету, она такая соленая. Моцарелла же была не такая соленая, как фета. Мы сделаем новый вид капреза. Но почему-то Вике не понравилась эта идея. Она сказала, давай еще подождем. Ждем. Я обжариваю медью. Нет, не надо ничего обжаривать. Так зачем ты? Марина, капитан у нас ты тут, да? Нет, но я тебе просто советую. Получается, что, типа, Марина, я капитан, а Марина ведет себя, как будто знаешь, потому что я вообще ничто, а она у нас капитан. Марина, слишком много черного. Я промокну с отцветкой, это очень много перц. Ты что, издеваешься? Да много перц. Как хочешь. Да где Дмитрий, я моя. Если нам сейчас опять мясо вывезут, то просто громкость. Я знаю, я люблю мясо, но не до такой степени. Ой, иди, 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 иди. Пожалуйста, вывезите нам что-то нормальное. Заводят нам еще одни продуктики. Как вы мне рады. Да. Начнем мы с завода девайсов. Посуда для сервировки. И досточка. Мне напряголовано, что нам не вывезли, типа, ни сковородки, ни сотейника. Поговорим с фермой. Здравствуйте. Здравствуйте. Перепелка и графин молока. Даже нет, не графин. Максимум 200 миллилитров. Нам провезли лимон, цукини, муку и чеснок. Нам достаются раки. Дайте мне Васю. Вася, это самый крупный. Я вижу. Мы решили назвать этих раков. Это будет Петя. Это Вася, это Петя. Это будет, вот это Жорик. А это будет Маша. Это будет Дядя Толик, Дядя Толик. Ах, двигается. У нас был рак Вася, рак Катя, рак Жорик и рак Денис. Мы сразу поняли, что нам нужны какие-то овощи для гарнира. Мы решили, что нам надо ставить на обмен Катю и Жорика, потому как они самые тощенькие. А себе мы оставим Васю и меня, Машу. Что у вас, что у вас, перепелочка и молоко, да? Нам нужно договориться с девайсами, реально. В тот момент девайсов не было у нас и у Красного. Соня. Даша. А вы не хотите каре? Ну, договоримся за столом. Окей. Даша, я тебе отвечаю. Выйдет яйца, выйдет мука, они... Мне нам сейчас свои девайсы дадут ради одного яйца. Слушай, предлагаю сейчас обжарить сотейник, морепродукты, и потом этот сотейник пихнуть в другой томатик. Все, все обжариваю. Так, с кем меняемся сначала? Нет, давай с синеми на сковородку. Мы даем все, что им требует. Нам требовалось все одно, были девайсы. У нас немає нічого. З чого нам готовить? Да чем нам готовить? Да чем? На руці жарить? Ты должен красиво рекламировать. И сначала начинать по чуть-чуть. Оцей. Четвертинка помидорка начинаешь. 10 грамм сахарку. И все, вот так. Если тебе не погоджуется, дальше поднимаешь, и все. Понял, как требовалось. Так. Дальше третий обмен. Соня кидает мне. Я кидаю синим. Денис кидает синим. Желтый кидает красным. Мамочный му. Что тебе надо? Даша, мне нужно каре. И мне нужно молоко. Ты не хочешь перепелку? Перепелку? Ты хочешь каре себе оставить? Нет, просто я спрашиваю, мало ли. Потом ты будешь железе, потому что ты не взяла перепелочку. Я думала, что Даша мне такая не предложит перепелку, но у меня была мысль, что перепелка все-таки лучше. Перепелка зачищена? Зачищена. Внутри, снаружи, везде. И молока. Чуть-чуть. И молока. Чуть-чуть. Вот эту мысочку. 50 миллилитров. В обмир на сотейник и тарелку для презентации. А мы на сайте этому репродукты обжарили, то есть нам больше сотейник этот не нужен получается. Хорошо, Даша, договорились. Все, мы с тобой договорились. Нам нужна только чугунная основа, и мы вам ее дадим за половину лимона, за половину цукини, за половину помидора, за один зубок чеснока, за половину лимона, за четверть еще болгарского перца, за одну веточку базилика, вот эта пиалочка сахара и муки. Сдається, Денис обрав не найвигиднішу позицию. Стільки продуктів за одну чавунну тарелочку. Он мне дает считать половину своего имущества, по факту так и есть. То есть я Денису даю чугунную подставку. Сковородка? Денис, Денис, мы сковородку просим. А гриль? И гриль еще? Да, ты и ты, на половину всего. Вместо вот этой чугуны вы даете гриль нам? Ой, нет. Денис, дивися, гриль и тут. На половину, ну, гриль и чугуну. И на половину всего. Я кричала, я там умоляла, пожалуйста. Я хочу сковородку и такой чугунчик для презентации. Нас не было тарелок, ничего у нас не было. Денис, добрав роти, вот Денис, сиди там что-то. Виколе, сковородку, давайте тут чугунную, потом те, потом все. С него, конечно, мы не полились, то я думаю, такое было ощущение, как будто Вика, знаешь, больше говорит, чем Денис. Гриль и чугунную. Только гриль. Я расстроилась. Ой, я так скомилась. Боже, мне не заял в руку будет. Я так скомилась даже, сказать, кричать, докрикываться. Я ему даю сковородку гриль. А он мне дает половину всего по чуть-чуть, что у него есть. О, Денис, ты тупой. Я прям не могу. Жовти, что вы хотите отримати? Мне нужно было поменяться с Денисом Тараном. Включила все свои такие вот, знаете, ключики вот эти вот к маркетингу и сказала, что я тебе предлагаю рака Катю и рака Жорика. Взамен я хочу получить четверть болгарского перца и цуки. Нет, к сожалению, мы не можем тебе дать наши овощи и потому что нам не нужны твои, нам не нужны раки. Денис, ты насправді не хочешь ничего від Ксюши. Денис, два Жорика ваших. Жорик и Катя. Хорошо, Жорик и Катю. Давайте так, мы вам даем четверть цукини и перец, а вы нам даете четверть кальмара. Нет, Жорика и Катю. Жорика и Катю. Два рака. Будь-яка компания, чьи интересы представляет Денис, ризикує стати банкротом. Денис, Денис, два рака. Что ты с ними будешь делать? Я знаю. Хорошо, два рака. Я Денису даю Жорика и Катю, а Денис мне дает цукини и перец болгарский. Хорошо. Хорошо. Ты шо, ты не умеешься договариваться, а нам нечего готовить. Переговоры для нас закончились, ох, как удачно, понимаете? Иду я к себе, значит. Тоня, у нас все идеально. Морепродукты есть, знаешь, все отлично. И что я потеряла, значит? Потеряла суповую тарелку, которая мне не нужна. Потеряла грязный сотейник и потеряла сковородку бурин. Взамен на это я получила перепелку, молоко, цукини, лимон, чеснок, базилик, помидор и перец. София, 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 София. Что тебе надо? Пирожок еще предложил разбавить молоко с бульоном. Типа это была его идея? Типа а ну мы взяли эту идею. Ммм, оно очень вкусно, попробуй. Мы перепелку нафаршируем перцем, цукини, помидорами, чесноком. Марина, ты с перепелкой разобралась уже? Нет. Ну так разберись. Я возвращаюсь с сотейником и с суповой тарелкой. У нас будет, первое будет. Тут каре. Видишь какое? Вот мидболлы, лучше будет такая под гарнировочкой. Я понимаю, что мне, короче, надо что-то мутить с этими мидболлами. А я не знаю, что, короче, пацаны с ними сделали. Ну прилипают. Смотри, они уже столько прилипают. Он что-то прилипает. Ты просто начинаешь их жарить, они просто пристают. Фишка в том, что я смотрю, он такой красивый, румяный. Илья его разрезает, но только внутри сырой. Мы его дожариваем. Пожарили эти мидболлы, но они вроде нормальные. Обжаривай быстро-быстро-быстро-быстро. Тут мы начинаем жарить каре. И мы сталкиваемся с первой проблемой. Мы его обжариваем, тут все хорошо. А как с этой стороны обжарить? Ой, Даша, у меня проблема, так я его уже не запихну. А знаешь, пробуй его прижать с этой стороны. Костя поломается. То есть тупо мы не можем сломать ребра, оно тупо не жарится. Мы решаем в этом сотейнике поставить его, в принципе, выпекаться. У нас осталось полчаса. У нас уже были раки и сковородка-гриль. И поэтому мы налили воду в сковородку-гриль, подогрели и хотели отварить раков. Когда я жарила раков, ну, варила, жарила-варила, я не знаю, как сказать, готовила я раков. У меня была такая мысль подать, как сказать, салат с мясом рака. Я не поняла, какие у нас были удобные вещи. Ксюша, давай мне работу, чем мне заниматься, давай. Сделай что-то с раками. Сделай что-то с раками. Пожарь мне их, свари. Ксюша, капитан, вообще от бога. Ксюша нам меню не составила. О, Дмитрий, Дмитрий! Димочка! Дмитрий, Дмитрий! Последний раз выезжали, Дима. Слово овации, прекрасно. Команда синий. Он нам, значит, привозит сковородку, сотейник. Посуда для презентации. Спасибо большое. Мне очень нравится. У нас еще одна сковородка, еще один синий. Да. Как вы думаете, что придет фермерам? Спасибо. Нам пришло три яйца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владельцы садов и огородов. У меня здесь травушка, муравушка и семейство капустных. Руккола. Уставшие помидоры. Томаты, что хотят спать. Вяленые. Вяленые томаты. И баклажан. И баклажан. Ну, а вам, ребята, рыбники наши, тилапия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы можем пожарить филешку. Маша, я сделаю две филе, одну мы продадим. Давай. За эту поставку нам надо выторговать тарелку. Нам надо две тарелки. Тарелку. Две тарелки. В общем, я сразу поняла, что нам сейчас надо две тарелки для презентации. Я говорю, Ксюша, ты, то есть, как и сковородку, Ксюша, ты должна любым методом просто вырвать из зуб той команды себе две любые тарелки для презентации. Я хочу поменять яйцо одно на девайс. Хочу поменять еще яйцо на муку команды Красный. И я говорю, Сонь, кинь мне обмен. Она такая, окей, я соберу тебе яйцо в обмен на презентационную тарелку. Мне нужны были только яйца. За что мы сделали майонез. Мяш у нас есть с лимончиком, у нас есть маслечка в бутылочке. И майонез. У нас обмен с зелеными на что? На яйцо. Красный. Мука, мука. На яйцо. Да, на яйцо. Давай просто. Нет. Нам треба срочно, на что мы будем презентовать? Нам треба были тарелки для презентации. Блин, а нам и то надо, и то надо. Ребята, давайте так, мы кинем вам, мы кинем вам. Вы нам можете не кидать, но мы с вами поменяемся яйцо на муку вашу. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Да. И тут бац, заседание сюда. Все, феша теперь. Отже, монополисты, зараз останний раунд переговорю. Я съем. Соня кидает обмен мне, а я кидаю обмен красным. И потом поднимает Денис с нами, и Ксюша тоже с нами. Мне нужно яйцо. На деревянную дощечку. На деревянную дощечку. Соня, нет. Почему нет? Почему нет? Марина, мы же обсуждаем в конце концов. Это мои переговоры, Марина. Марина! Ты же хочешь соусковать свои перепелки, да? Так что не успокойся. Деревянная дощечка на яйцо. Да. Все, договорились. Хорошо. Денис? Не быстрее, время идет, 15 минут уже осталось. Мне надо раздумать, чтобы я принял правильное решение. А Денис снова думает и думает. Ах. Нам, крема, тарелки для презентации. Нам не можно было базовать в якихся пиалочках, мысочках. Нет! Мне нужен противень. Протвень! 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 Противень нам нужно взять! Вы понимаете? Противень нам нужно взять! На тарелку! Ты будешь на противень презентировать, да? Ты противень нам нужно было поважки бахнуть, чтобы включился! Ты вообще проснись! Проснись! На чем? Ты может на ладонь ее так принесешь, да? Пробуйте, пока я вам держу, да? Я не знала, чим он керувался! Мы вам можем дать одного почти отваренного рака, и рукола, и вяленые томаты. Я его готовила, стояла, готовила эти раки, и ты хочешь отдать кому-то мой готовый рак? Достаю я фива! Что ты там мылешь? Денис! Зирка! Откуда ты свалилась, называется? Нам ничего не надо. От тебя нам ничего, Денис, не надо. Совершенно ничего. Он даже не горел желанием, чтобы у него вообще была тарелка для презентации. Ну, хорошо. Поэтому я не смогу, я не могу просто с тобой обменять. Извини, понятно. Ну, конечно. Витом садим! Мнявся! Шобаба! И получается, что Соня вообще отказалась меняться! Ну, как? Ну, как можно затопить так? У нас дыма будет за последний раз! Не знаю. Но я реально забыла за тарелки, за презентацию. Дальше моя очередь выгребать две тарелки. Потому что без тарелок жизнь не та. Я же не хочу быть вторым Денисом. Я тебе предлагаю филе рыбы. Одно филе рыбы взамен на две тарелки. И Марина такая оживилась. Потому что реально, Марина до этого стояла, что-то помялась. Тут я говорю, филе одной рыбы. И Марина такая... Так к моим морепродуктам! Вот это вот филе, короче, будет вообще как раз кстати. У нас две тарелки для презентации, да? Тюш, только такие. Только такие. Вот у нас только вот такие вот тарелки. Давай продолговатую тарелку и стеклянную. Хорошо. На одно филе рыбы. И выходит, что я себе наторговала две тарелки. Одну длинную, а одну как бы такую креманочку. Такую прозрачную, как бы такую тарелочку. Давайте так, смотрите. Мы вам даем муку, часть муки. И вы нам чуть-чуть молока, ну, в пиалочку и яйца. Окей, мы с тобой договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это провал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Денис ставь до меня. Осталось десять минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Взяли фету туда, засыпали, обжаренный перец, цукини, баклажан туда. Быстрее, быстрее! Да делаю я под Липенской. И у нас первое блюдо. Вариация капрезы, сверху мидбол. Второе блюдо каре с томатным пюре. И такой пасты, а-ля рикеты. Река-репрезентация у нас есть? Есть, вот. Там мы будем подавать пасту и каре. Тут начинается мясо. Даша, у нас каре наполовину сырое. Ребята, вы что, гоните? Я не знаю, честно, я не знаю, что делать с каре, но это посырое. Пожалуйста, каре. Оно сырое, чувак. У нас получилось первое блюдо, это в чугунной сковородке, у нас это был бульон с молоком, с креветкой, мидией, кальмарами и филе этой рыбы тилапии. И потом, получается, второе, это перепела ля-решиле с майонезом. Ну, гарнир, чем мы ее, наверное, фаршировали. Фуня, давай аккуратно, красивенько. Как ты можешь? Я стараюсь. Да, я... Знаешь, это рыба, ее не так легко сидевать. Я вижу. Мы начали усердно жарить рыбу, дожаривать цукини, дожаривать болгарский перец, делать презентации. Вообще у нас было все такое... А надо делать соус быстро, 4 минуты. И тут я вошла в ступор. У нас нет соуса. Морепродукты, которые продаются с соусом, у нас подавались без соуса. Рыба, которая нужна, обязательно соус у нас была без соуса. Блин, что ты стоишь? Надо соус прибернуть. Вика, что у вас? Ничего, не пытай, пожалуйста. Что нам подавать? Давай, давай. Презентацию нам пришлось сделать в этих клеманусах. У маленьких пиалах, что у вас есть, можно лише передавать один одному продукты. Презентовать в них заборонено. Я понимаю, что нельзя. Ну, это, ну, как сказать, закон. Не можно. Помидоры тут будем подавать, да? Так, Лунтия. Господи, мне это стыдно подавать. Ты успокойся. Нам надо было где-то делать соус. Вот. И поэтому пришлось его делать в этой клеманочке. Тебе надо вот тут, порой работы так. И ты должен, давай, 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 так, ступкой, я не знаю, чем, с ножиком. Масло тут, чеснок, 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 чеснок. Быстрее, быстрее. Быстрее, как можешь, быстро. Почти уже припереспил. Я беру, товчу в соус, який товк, Денис. Я беру, так, ножом. И так стучу, так, раз, бахкаю. Ау! Ну, разбылось. Хотя бы пяло... О, у нас есть трепозит. Да успокойся. Ау! Ну, я там с краем чуть-чуть соуса подобрал. Давай там пищем. Что мы делаем с корей, ребят? Мне кажется, надо его отрезать. Ну, Рина. Отрезать кости, что мы положим? Вот такую корешечку? Ну, а что из этого мы положим? Осталась одна минута. Обрезаем. Да. Обрезаем так, как только можно. Да, да. Лучше мало, но вкусно, чем много и фигня. Ну, розовое внутри. Ну, розовое и сырое, поздравляю. Ну, лучше. И тут момент. Просто. Илья, хватается тень. Ставь. Это гениально. Илья! Ты придурок. И жестко отпускается. Потому что сотейник горячий. И мясо падает на пол. Поздравляю я себя. Я себя настолько винил, что теперь из-за меня у нас вообще нету блюда. Что нам подать? Вот это несчастное пюре из помидора. Давай промываем мясо. Все, надо его не помыть, блин. Давай, подожди быстро. Илья. А Марвина такая умная нашлась. Надо промыть мясо. Надо его запечь. И под воздействием высокой температуры микробы убьются. Ох ты, биологичка! Что-то химия, физика. Чего я хотела, судя, удивить? Мясом из-за пола. Осталось пять! Сюда? Да как-нибудь уже выложи. Четыре! Давай, Викландия! Три! Она на полу лежала. Три, два, один. И мы проиграли. Два! И не ложи ее на боку, Арина, нет! Один! О, отлично! И время... Стоп! Все, все, все! Зачем ты положил-то и омлет? Отойдите от столов! Сколько у вас на блюда, что ли? О, раз и два! Это ты даже не видел! Вердикт! Первым идет команда синяя. Это перепела а-ля решелье с слегка чесночным майонезом и морепродукты с бульоном и рыбой тилапией. Итак, перепелка. Чем вы ее нафаршировали? Там болгарский перец, помидоры, цукини. Также... Чеснок и оливки. Да, чеснок и оливки. Перепелка получилась сочной. Розовая внутри. Она хорошо промаринована. Соус майонез. Ну, цвет мне очень нравится и консистенция отличная. С основным блюдом разобрались. Честно, мне не очень нравится цвет, но по вкусу неплохо. Отлично приготовлены морепродукты. К вкусовым характеристикам у меня нет никаких вопросов. Очень вкусно. Спасибо. Сонечка! Мариночка! Ты мне должна, короче. Что я тебе должна? Шоколадку? Да. Команда Зелена, подходьте до нас со своими стравами. Первое блюдо – это у нас митболы с вариацией на салат капрезы, потому что у нас не было моцарелы, мы решили использовать фету. А второе блюдо – у нас идут такие нюки с пюре из томата. Ну, это не каре огненка, получается, у нас каре верхняя часть кости. Они были сыры, и мы решили отрезать нижнюю часть мяса, ее подать. Это все проблемы, что выникли с каре? Нет, оно еще упало на пол из-за того, что у меня сотейник упал с мясом. Если это каре было на подлозе, то что оно будет делать у вас на тарелце? Как вы посмели подать нам такую страву? Это неприпустимо! Это мясо побывало на подлозе! Ты бы заплатила деньги ось за это? Нет. Это не так, мне просто рассказали, кто мы такие, куда и с какой скоростью нам надо идти. Я просто стояла, я из последних сил пыталась не плакать. Даже если у меня уже были глаза на мокром месте, я хотела не пустить слезу. Я просто не подумала, что ему ответить? Я не хочу бачить перед собой цей стравы. Повертайтесь на место! Дальше идем мы. Я длилась сегодня в пол. Мне было стыдно смотреться в глазах судьбы. Первое блюдо – это овощной салат с филе рака. А второе – это прованский помидор. Вы знали, что не можно подавать стравы в этом посуде. Вы проигнорували правила. Вы порушили кулінарный закон. Кроме того, я пометил, что вы разбили ямність соусом и перелили его до другой. Мы делали соус в пиалочке, а потом та пиалочка разлилась, и те остатки, которые остались в частях пиалочки, мы переложили в другую пиалочку. В таком случае, ты что, сподіваешься на то, что мы будем это ездить? Там могли залишитись уламки. Спасибо большое. Мне было стыдно. Я понимаю, что я вчера. Чикус. Негайно повертайтесь на свое место. И тут выходим мы. Мы выходим, я пытаюсь улыбаться, я понимаю, что у меня может быть лучшее блюдо. И я представляю свое блюдо суддям. Это Средиземноморский коктейль и Триера. И? Триера. В Греции, в давней Греции, это был корабль. И мне мое блюдо, вот это с рыбой, напоминало почему-то корабль. Команда желтых, а вы довольны тем, что сейчас здесь представлено? Да. А вид вас устраивает? Нет, не совсем. Мне кажется, у вас было достаточное количество продуктов. У вас была целая тилапия. Но здесь даже половины тилапии нет. Даже четверти. Во время обжарки она немного разломалась. И я выбрала кусочек, который остался побольше. Ну а что мне было вообще ее не подавать, когда она у меня распалась на сковороде? Циклини жирный. Его есть невозможно. Вы сегодня как будто все сговорились между собой. Класс. Ну короче, я поняла, что мы тоже налажали. Мне нечего хорошего сказать про рыбу. А что это блюдо делает коктейлем? Почему это коктейль? Потому что там есть много разных видов морепродуктов. Много? Здесь есть одна большая креветка. А много разных видов морепродуктов. Это две раковые шейки и две полосочки кальмара. Теперь широкая шейка сухая. Кальмар ему не нравится вообще. А креветка сырая. Мы стоим, я хотела провалиться чили сквозь землю. Мне было стыдно спалять в глаза спи. Мы стоим вот так. Возвращайтесь на место без блюд. Простите. Насправді сьогодні немає жодної інтриги. Лише одна команда з чотирьох увборолась завданням. Команда синяя. На балкон. Да, спасибо. Да, у них пили достойное блюдо. Лучше, чем у нас тех вместе взятых сто процентов. Они молодцы. Пойдем вас на балкон. Команда жовтих та зелених. Підходьте. Мы сегодня вообще расстроили ектерами, опозорились. Это ужасно. Просто мы сегодня так опозорились. Это просто позор, я не знаю, на всю страну сегодня. То, что мы сделали. Капитан команды зелених. Назвы имя людини, яка одягне чорный фартух. Я думала, что она генет на меня, потому что реально, я сегодня просто, я честно признаюсь, что я сегодня реально дурак. Я взял мясо, перевернул. Я не сделала эти дебильные боли. Это все я не сделал. Ну, это буду я. Ну, в принципе, это благородный поступок, что она как бы капитана делала на себе черный фартук. Так бы я не относилась к Даше, сегодня она себя очень хорошо проявила. Она заслуживает моего уважения. Она не боится брать на себя такую тяжелую ответственность. Чего я не сказал, что я не согласен с этим, потому что это я запорол. Блочину, что это сделал все, как бы испортил я. Вот не знаю, вот честно, ну не знаю, вот почему мне не хватило смелости это сказать. А в нашей команде думал, что на меня один, потому что меня взяли чисто для слива, это все видели. Это буду я. Потому что моя команда, она всего лишь делала все эти указания, которые им говорила я. На балкон. Команда красная. Пидхотте. Дениси, сегодня ты навыть не сможешь учинить, как настоящий человек. Ты уже в черном. Шкода. Проте тебе, Вико, доведеться ответить за безответственные действия своего капитана. Вика надевает фартук из-за этого гуся лапчастого. Надевает она черный. Ну, было как-то очень сильно обидно. Очень сильно обидно мне было. А сейчас мы хотим вернуться до Дениса. Дениси, ты, как капитан, припустился стратегических помилок, что привели твою команду до прогрессу. Проте, найгірше те, что ты навыть не старался их виправить. Снимай свой фартук. Что? Что за бред? Балкон, мы ждем на вас. Это как будто битва черных уже наступила. Вика. Повертайся до решти участников. Дениси, не думай, что, если на тебе уже черный фартук, ты можешь расслабиться и поставить до завдания безвідповедельно. В этом исправе ты показал себя плохим кулінаром и еще сильным капитаном. Но самое страшное, что сегодня ты был байдужим до всего, что происходило. Просто сейчас мы можем порушить правила проекта и сказать тебе «Прощай!». Проте, мы не сделаем это лишь потому, что памятаем того Дениса, которого увидели впервые на нашей кухне. Мы памятаем, каким захоплением ты рассказал нам про кулінарю, как ты мечтал про мастер-шеф и как хотел досягти успехов в улюбленной справе. Мы все еще сподіваемся на повернение того Дениса на кухню мастер-шеф. И сегодня мы даем тебе последний шанс довести, что мы не ошибаемся. Спасибо, я буду справиться. Повертийся до других участников. Дорога, я сидел, ты просто посидел. День, ты просто посидел. Чит. Чит. День, ты просто посидел. Субтитры подогнал «Симон»